Портал детали Главные новости Израиля и мира Здравствуйте! На канале ИТОН ТВ программа «Разбор полетов» Сегодня ввиду я, Михаил Горин, мои собеседники, израильские журналисты Павел Маргулян и Александр Ронкин Коллеги, я вас приветствую! Добрый день! Вот у нас недавно прошло, то есть оно не у нас прошло, оно прошло в Америке У нас, я имею ввиду, вообще, в принципе Большое кинематографическое событие Это было вручение премии «Оскар» Это всегда очень такое красочное, большое зрелище За ним интересно наблюдать Там всегда интересные бывают какие-то фрагменты, кусочки особенно такие вкусные, как принято говорить Вот раз были пара моментов, которые напрямую касались Израиля И для многих были неприятны, прямо скажем Значит, вот Джонатан Глейзер Это режиссер фильма «Зона интересов» Он получил «Оскара» как лучший фильм на иностранном языке Тема у него была особенная Этот фильм рассказывает о жизни коменданта концлагеря Освенцим Очень любопытное решение Что происходит в Освенциме, происходит практически за кадром Так вот, но дело не в этом, каждый может посмотреть этот фильм, если захочет Так вот, Глейзер, поднявшись на сцену Получив «Оскара» и в ответной речи Он сказал, среди прочего Цитата «Холокост произошел в результате той же оккупации, которая и сегодня привела к катастрофе для стольких невинных людей Будь то жертвы 7 октября в Израиле Или погибающие и по сей день в ходе боевых действий жители сектора Газы» Конец цитаты И многие это расценили так, что вот Глейзер поставил, собственно говоря, на одну доску жертв 7 октября И палестинцев, которые сегодня погибают в Газе Зал ему бурно аплодировал Выходили на сцену получать свои «Оскары» и известная певица Билли Айлиш, актер Марк Руффало и Рами Юсеф Так вот, поднявшись на сцену, они были со значками, с изображением красных ладоней Это символ такой требования прекращения огня в секторе Газы Скажите, пожалуйста, в последнее время вообще было как бы много таких акций От очень известных, популярных людей, которых как бы просто в антисемитизме не обвинишь и не объяснишь то, что они делают Например, тот же Глейзер, о котором я говорил Он британский еврей, родители которого бежали из Европы от Холокоста в Великобританию Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, почему так происходит? Почему эти умные, образованные, интеллектуальные люди считают, что Израиль это практически, там, чуть ли не исчадие ада Что вот оно, Израиль виноват в том, что происходит Они просто ошибаются Но ведь они же искренне, наверное Или я ошибаюсь, когда считаю, что они искренне в своих убеждениях Павел Маргулян Трудно сказать Ну, посмотрите, почему так происходит Потому что идет в нашем регионе борьба сильного со слабым Мир очень часто встает на сторону слабого Это одно Независимо от того, что слабый сделал до этого Это одно Во-вторых, у нас есть общий процесс Общемировое мнение в отношении Израиля Что мы должны договориться с палестинцами и создать палестинское государство Пока этого не происходит В основном критика будет против Израиля 7 октября она какое-то время продержалась на сочувствии к нам И к той трагедии, которая здесь произошла А потом все вернулось на круги своя Но мне, конечно, было бы интересно Поговорить Задать вопросы людям Которые требуют прекращения огня Как они себе это представляют Они там ради объективности, мы знаем Они говорят, мы требуем прекращения огня И То, чтобы заложники были освобождены Без всяких условий Они все прекрасно понимают Что никаких заложников освобождать без всяких условий не будет ХамАЗ И поэтому Реалистичное в их требовании Это то, чтобы Израиль прекратил огонь Вот мне хочется Показать им выступление лидеров ХамАЗ Которые говорят Что когда у нас будет такая возможность Мы еще сто раз сделаем 7 октября Израиля И сказать им Ребят, вы этого хотите, что ли? Что значит прекращение огня в этих условиях? Я понимаю В чем критика многих в отношении Глейзера И ему подобных, которые так выступают Они сравнивают То, что делали нацисты В какой-то степени С тем, что делает Израиль Но сравнивают они не Они напрямую сравнивают Не в какой-то степени Что? Они не в какой-то степени сравнивают А напрямую Лидер прямо говорит Что то, что мы евреи Или то, что был Холокост Не является оправданием Того, что Израиль делает в Газии Значит, смотри Тут в отношении трактовок То, что скажет в Газии Много есть разных мнений Но, в принципе, такое мнение есть Есть сравнение Геноцид Нам же приписывают слово геноцид Суд в Гааге Сейчас рассматривает Иск ЮА по поводу геноцида То есть, тем самым Эти люди ставят на одну полку То, что делали нацисты Которые уничтожали евреев Только потому, что они евреи И, по их мнению Израиль уничтожает палестинцев Если по их логике идти Только потому, что они палестинцы Вот попался палестинец в секторе газа Независимо от того Это женщина, ребенок Пожилой мужчина Мы его, значит, бомбу на него сбрасываем И делаем то же самое Мы знаем, что это не так Мы знаем, что там идет война В очень жестких условиях Причем наш враг Использует жилые объекты Для борьбы против Израиля Он использует больницы Он использует школы Он использует кладбище Он копает под ними тоннели Организовывает склады с оружием Я хочу видеть любую другую страну Которая здесь останется чистой и пушистой Без потерь гражданского селения Потому что КАМАЗ Сам ставит заложникам Своё гражданское селение Когда воюет так Они минируют свои собственные дома Они взрывают свои собственные дома Снайперы сидят в своих собственных домах И ведут огонь по нашим солдатам Что они нам предлагают? Просто встать и уйти И получить ещё 100 седьмых октября? Вот хочется с этими людьми У них спросить Никогда они выступают со сцены в Оскар Или выходят на демонстрации С лозунгами И задать им Как вы себе это представляете? И задать вопрос тем Кто несут плакаты От реки до моря Палестина должна быть свободной Что они имеют ввиду под этим? Они не знают Нет какой реки Ни до какого моря Как сказали Ты понимаешь Что ты хочешь добиться Уничтожения Израиля Они же будут отрицать Скажут Нет мы не это имели ввиду Но фактически вы это имели ввиду Но эта волна Вот этих протестов в такой форме Охватила многие круги Интеллигенции Творческой интеллигенции Научной и так далее И поэтому вот они говорят Не понимая Что творят Я бы так сказал Не понимая что они говорят Потому что если поговорить С каждого из них И обрисовать им последствия Того что он говорит И его призывов Он наверное отчасти из них А скажет Нет я не это имел ввиду Но этого уже никто не знает Что он не это имел ввиду Безусловно Саша Ромкин Тебе слово Да Я к сожалению вынужден Совершенно не согласился с Павлом И у меня есть как бы Своя верность Почему они это говорят Только там есть две разных причины Одна причина так говорить У лиц еврейской национальности Которые сравнивают Израильскую операцию В Газе с Холокостом И другая причина У лиц не еврейской национальности Давай начнем с лиц Не еврейской национальности На самом деле Антисемитизм как таковой Очень долгое время Был под некоторым Моральным запретом Он был как бы Спрятан под шукно Публично быть антисемитом Было не комелько Хотя сам антисемитизм Он никуда не делся Он остался как бы На повестке дня В мозжечке В подсознании Целого поколения Он не может просто Взять и исчезнуть Потому что сегодня Проявления антисемитизма Вчера проявления антисемитизма Были осуждаемы А ой как хотелось Выразить то Что на душе накипело По отношению к этим евреям И вдруг появился Замечательный повод Показать что Нет мы Мы не антисемити И мы в принципе Евреев то Любим как бы Да Но только Хороших евреев А не тех евреев Которые в Израиле И поэтому Автоматически Как бы Закрываются глаза И возникает Такое понятие Которое называется У психологов Селекторный слух Когда слышишь И селекторное зрение Когда слышишь И видишь То что хочешь видеть И хочешь слышать То что укладывается В твое В твое как бы Желание Выразить Твое антисемитическое сущность То есть У тебя как бы Находится оправдание Если раньше Это было Ну Нехорошо И непомердно Сегодня Это Это было Есть определенное Оправдание Оказывается Я-то был прав Что я не люблю Евреев Вот как они Себе ведут Вот что они Себе позволяют Они фактически Повторяют Как бы То что Делали Как бы Фашисты Время С вашего Посмотрения Выкру Голосокады И совершенно Другой Как бы Внутренний Наратив Уин Уин Уинский Как Мальчиш Плафиш говорил. Я не тот Евгений, который там в газе бедных палестинцев убивает, а я тот Евгений, который в нашей свободной, демократической, хорошей стране поддерживает несчастных палестинцев, которые страдают ни за что, ни за что. Я думаю, что у многих из этих евреев, которые хотят быть как Мальчиш Плафиш на стороне буржуинства, стать хорошими евреями, у многих из них есть израильский паспорт в Крамане, у многих из них есть родственники в Израиле, даже это их не останавливает, понимаете? Потому что желание очиститься от той якобы негативной, от той тени, которую отбрасывает на них принадлежность еврейскому народу сегодня, оно пересиливает все. Я хотел бы сказать, если бы Паша хотел бы поговорить с таким человеком и объяснить ему что-нибудь, а я бы хотел встретиться с таким человеком и сказать ему, дорогой, когда по улицам европейских городов пойдут погромщики и будут убивать и резать всех без разбору, чему ты, собственно, своим поведением способствуешь, то они не будут разбирать, кто был хороший еврей, кто был плохой еврей. Кстати, события 7 октября нам показали, что 7 октября погибли и были захвачены заложники и те хорошие евреи в самом Израиле, хорошие в кавычках, которые всю жизнь ратовали за мирное существование с палестинцами, которые были как бы лидерами этого пропалестинского движения, так вот, к тебе придут погромщики и не будут тебя спрашивать, а покажи нам, где ты был после 7 октября в газе с автоматом или на улицах Парижа с плакатом. И они не дадут тебе возможности побежать и привезти и показать фотографии, что ты был как бы на демонстрации. И не дадут тебе возможности привезти плакат, в котором ты ходил на демонстрацию в поддержку свободной Палестины от реки до моря. К этому моменту ты уже получишь по своей морде, потому что, как известно, бьют не по паспорту. Ну, я думаю, Саша, что они тебе не поверят, но вот сейчас мы попробуем разобраться в этом вопросе тоже, в этой проблеме. В Израиле действительно есть, вот, Паша, ты сказал, что тебе хотелось бы поговорить с этими людьми, попытаться их переубедить там. Саша попытался бы их там предупредить о возможных последствиях такой точки зрения. Но это все, скажем так, иллюзии, извините за такой подход. В реальности есть два подхода, что с этим делать, с израильтянам. Либо надо сказать, это все происки антисемитов, антисемитов не переубедишь, и нечего тут делать, не надо обращать внимание. Дураки, что с них возьмешь? Они не дураки. Нет, нет, они не дураки. Секундочку. Я хочу сказать, что это отчасти реализуются конкретные вещи. Потому что, вот, например, я поймал информацию, отчет Израильского государственного оборонного концентра авиационная промышленность. Он отчитывался о своих доходах за прошлый год. Очень возросло. О, возросли доходы, слава Богу, дай им Бог здоровья. Но там в этом сообщении говорится. Некоторые страны Европы сообщили о прекращении поставок Израилю деталей для оборонной промышленности, а некоторые иностранные страховые компании сообщили о сокращении или прекращении некоторых страховых покрытий, что может привести к увеличению срока поставки и их подорожанию. И таких сообщений на самом деле много. Мнение о нас начинает из слов конвертироваться в дела и поступки различных стран. На ваш взгляд, мы не понимаем этого тоже? Мы, Израиль, достаточно делать для того, чтобы разъяснить свою позицию, объяснить, переубедить, вот как ты говоришь, Паша. Различные площадки, я не знаю какие, я не специалист в области пропаганды, но выясняется, судя по результату, что и у нас нет таких специалистов. Или мы просто опять-таки должны встать на сторону тех, кто говорит, что да ну их этих антисемитов, что с ними разговаривать? Павел Маргулян. Давай уточню, я не хочу переубеждать ни в чем взрослых людей. Я просто хочу положить им на полку суть их требования, и потом посмотреть на них и сказать, вы этого хотите для нашей страны, чтобы здесь было, и услышать их ответ. Это первое. Второе. Значит, к тому, что ты сказал. Вот помните, какое-то время тому назад, при, не помню в каком правительстве, нас пугали тем, что начнется международный цунами против Израиля, санкции. Нас пугали, пугали, ничего не произошло, никаких санкций не было. Сейчас, то, что ты сказал, это лишь один факт. Да, я сказал, что это только один из фактов. Сегодня, буквально час тому назад, стало известно, что один из лидеров Демократической партии Соединенных Штатов Америки, представитель, который сегодня президент этой страны, сказал, что Израиль должен срочно провести выборы. Да. И сменить правительство. Что с этим правительством Израиль упрется в тупик международной изоляции. Примеет вмешательство во внутренние дела нашей страны, я еще не помню вообще. Более того, одновременно с этим Белый дом объявил, что они вводят санкции еще против некоторых поселенцев, и некоторых, по-моему, поселений, которые их помогают из-за того, что они там проявляли какие-то признаки насилия против Арама. Значит, это ласточки, которые прилетают от нашего близкого друга. То есть, как я понимаю, наши взаимоотношения с Соединенными Штатами будут следующим образом. Они будут поддерживать нашу оборону. Оружие мы будем получать, но в то же время будут окружать нас на международном плане санкциями и так далее. И, возможно, дело дойдет до того, что они не будут уже накладывать фото на ВЕТО на создание Совета Безопасности ООН. Сейчас из-за того, что происходит в секторе ГАЗа, из-за того, что Израиль с его нынешним правительством упорно не хочет делать какой-то шаг по реализации своих планов установления чьей-то власти в секторе ГАЗа, нас это могло бы спасти. Вот от нас же требовали гуманитарную помощь. На это Израиль вроде бы согласился. Тут и с воздуха сбрасывали, и порт временный сейчас будет построен. Но вместе с ним было еще одно требование, кто ее будет распределять. Израиль не дает ответа на то, кто ее будет распределять. Хамас сегодня уже убил кого-то из лидеров Хамулы, который сотрудничал с Израилем. Кто ее будет распределять? Кто ее будет распределять, означает, что надо ввести туда какую-то гражданскую администрацию. По-моему, даже министр обороны вчера сказал на свидании правительства. Но это может быть только палестинская автономия и какой-то вид ее, какое-то новое правительство. Антон Ягумов сказал, что ничего об этом слышать не хочу. Значит, если он не будет хотеть слышать, то есть не устанавливает одну из задач. Смена власти Хамаса. Кто придет на смену. Значит, на нас будут давить. И сейчас для этого давления есть повод. Если, когда не было войны, как бы давить не решались, нас уговаривали, нас просили, нас намекали и так далее, то сейчас на основе жертв гражданского населения и вот этих пропалестинских демонстраций легче оказывать какие-то физические санкции. Вот то, что ты сейчас сказал, это одни из них. И я боюсь, чем дальше в лес, тем больше будет дров. Тем их будет больше, да. Александр Ромкин, пожалуйста. Мой коллега Павел Маркугулян, к сожалению, свалил все в одну кучу. Я бы хотел немножко как бы это разгаристить. Ну, во-первых, о том, что было в твоем вопросе, Михаил. То, что касается неких сокращений, которые вводятся страховыми компаниями, на самом деле это не санкции. Любая страховая компания, которая видит, что в зону ее интересов торгаются некие непредсказуемые события, военные действия, либо что-то еще, она понятным образом сокращает свои страховые покрытия. Это давайте отложим в сторону. Что касается неких запретов на поставку нам определенных вооружений, деталей к вооружениям. Здесь, я бы сказал, у Израиля есть довольно мощный и очень мощный встречный козырь. В большинстве систем, в большинстве, подчеркиваю, систем сегодняшнего западного передового оружия наличиствуют израильские компоненты. Либо компоненты, либо технологии, либо так называемые ноу-хау, которые позволяют Израилю накладывать вето на любую продажу этого оружия каким-то третьим странам. Поэтому эти поставщики и производители оружия, может оказаться так, что они выстрелят в себе в ногу. У них, как бы, у нас есть чем им ответить. Теперь то, что касается Соединенных Штатов. Ну, сказал один из лидеров, что нужно поменять Нитани Лягу. До этого и Байден это говорил чуть ли не прямую. Да, собственно, как бы, и я согласен с этим, что нужно поменять там правительство. В общем, тут у меня нет расхождения. Но были более серьезные вмешательства во внучрению политику. Я не считаю, что это так уж драматично. А что касается того, что Соединенные Штаты будут накладывать и, как бы, откажутся от права вето на антиизраильские резервы в Совете Безопасности, в это я не верю. Потому что, все-таки, при всем, при тем, при прочем, Израиль и Соединенные Штаты... У Соединенных Штатов нет другого в мире, такого другого союзника, ну, может быть, за исключением Великобритании, как Израиль. Мы им не менее нужны, чем они нам. Да, без помощи Соединенных Штатов Израилю не выжить. Это однозначно. Израиль перестанет существовать как суверенное государство, а вместе с ним мы перестанем существовать как живые люди, да, евреи в этой стране. Ну, уверяю вас, до этого не дойдет, кто бы не пришел к ласке в Израиле в обожримом будущем. Но уже сегодня, вы, наверное, коллеги тоже видели, были сливы из Американской администрации, опубликованные в журнале «Политика», что, как бы, уже американские готовы согласиться на военную операцию в России, но, как бы, не совсем с нехотерными ограничениями. Потому что понятно, что сделать ничего нельзя. А что и последнее, вот о чем говорил Паса, о чем, как бы, все ответил Паса, я бы хотел отметить тоже. Хамас сделал глубочайшую ошибку, убив одного из лидеров, Хамуру в Газе. Дело в том, что Хамула – это такая штука, что ее в целом запугать очень сложно. И Хамас получил в лице этой Хамулы кровных врагов, а Израиль тем самым получил замечательных союзников в лице этой Хамулы. И я вообще считаю, что вопрос о том, кто будет управлять газом и газом, и дальше, должен решаться Израилем по образцу и подобию Британской империи или Советской империи. Мы должны посадить управленцев из местных лидеров местных Хамул, но сидеть они должны на израильских штыках, на израильских гарнизонах. Коллеги, спасибо за этот разговор. Напомню, что в нем принимали участие Павел Маргулян и Александр Ронкин. Еще раз спасибо и всего доброго. Спасибо вам. Спасибо.